И еще одна новость из Алматы. Там становится больше социальных магазинов. Новые точки открываются преимущественно на городских рынках для создания конкурентной среды. Работники Акиматов регулярно контролируют цены, которые не должны превышать 15% надбавку. Но, как показал мониторинг, в социальных торговых точках накидывают гораздо меньше установленного предела. И все же мы решили убедиться, есть ли существенная разница в цене у обычных продавцов и тех, кто торгует под вывеской «Социальный магазин». Мой коллега Аскар Сергалеев сравнил ценники, заодно и поинтересовался, не убыточно ли продавать дешевле, чем другие. В качестве экспериментальной площадки выбрали рынок подальше от центра города. Найти социальные магазины среди сотен торговых точек оказалось не так уж и сложно. Яркие вывески заметили издалека. Сразу интересуемся, чем же они так привлекают потребителей. Здесь очень дешево и по сравнительности со всем базаром здесь прям хорошие цены для покупателей. И нас это очень радует. Мы можем себе много что позволить купить. Цены очень-очень приемлемые. Для пенсионеров лучше цен и не надо. Они как-то отличаются от общегородских? В общем, да, отличаются. Отличаются. Где-то деньги 100, 150, 200, а то даже бывает и больше. В социальном магазине по соседству тоже наблюдаем бойкую торговлю. Владелец торговой точки уверяет, надбавка чисто символическая. На данный день необходимых продуктов питания, это наш посолнечный масло. По 700, по 680. Вот такие у нас цены. Разница какая? Разница большая. Кто-то по 800 продает, кто-то по 750 продает. У нас 720, 710. По закону продавцы не имеют права накидывать на товар больше 15%. В социальных же этот показатель не превышает 10. А некоторые товары и вовсе дороже оптовых всего на 1,5%. И все же на прибыль никто не жалуется, а достигается она за счет оборота. Чтобы узнать, есть ли существенная разница в цене между социальным магазином и обычным, мы решили немного прогуляться по рынку. И вот, пожалуйста, ближайшая торговая точка. И что мы здесь видим? Если в социальном магазине масло популярной марки 5-литровое стоит 3 500, то здесь мы видим цену, вот, пожалуйста, 3 900. Получается разница в 400 тенге, а расстояние между магазинами всего каких-то 20 метров. Цены диктует рынок, но чиновники уверены, корректировать их в пользу потребителей можно, если поблизости создать конкурентную среду. Мы рекомендуем, чтобы здесь покупали по низким ценам, потому что товаров хватит для всех. И товары очень свежие. Акиматом ежедневно проводится мониторинг и других магазинов у дома и продовольственных рынков на сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары. Социальные магазины – действительно эффективный механизм по сдерживанию цен. Жаль только, что о них знают далеко не все. Оскар Сергалеев, Асхат Мукан, Алматы, Первый канал, Евразия. Субтитры создавал DimaTorzok